Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии, в студии Петр Завьялов. Смотрите в выпуске. Из-за чего погиб ребенок? Прокуратура озвучила результаты проверки гибели подростка-инвалида в Можге. Новые технологии диагностики и лечения. В столице республики приехали медики и ведущие федеральных центров. Дорога для пешеходов. Воткинск. Сарапул и Можга получат по 10 миллионов рублей на благоустройство тротуаров. Как стать студентом, не выходя из дома? Вузы республики готовы принимать документы по-новому. И подарок к двойному юбилею. В музее Чайковского появится виртуальный концертный зал. Сегодня глава государства провел большую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ. Традиционную, уже 15-ю. Снова рекордное количество участников, почти 1900 журналистов. Длилась она более четырех часов. Один из вопросов касался демографической политики. Путин отметил, что государство уже реализует целый комплекс мер поддержки семей и не только многодетных, но именно многодетных нужно поддержать особенно. Потому что в стране, по данным статистики, количество молодых женщин репродуктивного возраста за последние несколько лет сократилось на 4 миллиона человек. А значит, восполнять демографический дефицит нужно за счет вторых и третьих детей в семьях. Нужно принять максимальное усилие. Целый набор. Но все равно мы смотрим за тем, что можно сделать дополнительно. Вот приняли решение, как вы знаете, по ипотеке. Если третий ребенок рождается, государство сразу 450 тысяч рублей дает для того, чтобы семья могла внести эти деньги в ипотеку. Но вот этих мер все равно недостаточно. Нужно повышать уровень жизни людей, на самом деле, по большому счету. Отмечу, что в нашей республике принята дополнительная мера, усиливающая общероссийскую. По решению главы региона, со следующего года многодетным семьям при рождении третьего и последующего ребенка для оплаты ипотечного кредита будут выделять 250 тысяч рублей. А в Ижевске при поддержке фонда Константина Хабенского проходит семинар нейроонкологов. Эксперты делятся опытом в плане диагностирования и лечения опухолей центральной нервной системы у детей. Роман Вагенов расскажет. Самая сложная операция и курс химиотерапии уже позади. Теперь только наблюдение. Два раза в год с дочкой ездим в Москву к врачам, рассказывает Елена. Мы находимся под наблюдением Ольги Григорьевны Желудковой с 2013 года. Операцию нам делали в Бурденко. Химиотерапию нам проводили вот в этом отделении. И лучевую терапию нам делали в рентгенорадиологии в Москве два месяца. А сегодня столичные специалисты сами приехали в Ижевск. К столице республики проходит конференция нейроонкологов. Она организована при поддержке фонда Хабенского. Профессор Ольга Желудкова привезла с собой внушительный десант неврологов, нейрохирургов, психологов и радиотерапевтов. Методы диагностики и лечения опухолей центральной нервной системы совершенствуются. И эти практики должны знать и врачи из регионов. Это самая частая опухоль у детей. Сложна для диагностики, сложна для лечения. Несколько разные подходы, дифференцированные методы лечения используются. Поэтому нужно научить врачей грамотно и правильно делать это. Сегодня на учёте врачей в Удмуртии состоят порядка 60 детей, у которых выявлена опухоль головного мозга. Мы консультируем всех детей с федеральными центрами нашей страны. Проводится также подтверждение гистологического варианта. Потому что, ещё раз скажу, это практически самое главное для того, чтобы правильно поставить диагноз. Если у нас правильно поставлен диагноз, правильно верифицирован опухоль, у нас будет правильное лечение. Есть излечиваемость до 90%, есть очень низкие. Например, опухоль ствола мозга, там выживаемость очень низкая. В рамках национального проекта здравоохранения Республиканский онкологический центр будет оснащён новым медицинским оборудованием. Общая сумма вложений – миллиард рублей. Мы понимаем, что современная медицина не стоит на месте. И есть огромное количество новых схем лечения. Только в следующем году в рамках фонда обязательного медицинского страхования в 10 раз будет увеличено количество схем химиотерапии, которые можно будет и которые должен будет онколог применять, внедряя индивидуальный подход каждому пациенту. Важно не только закупить оборудование, но и научить врачей эффективно работать на нём. На эти цели в национальном проекте деньги тоже есть. Роман Вагинов, Юрий Зелененький. Новости. Прокуратура сегодня опубликовала итоги проверки гибели мальчика в Можге. Напомню, в начале декабря в квартире были обнаружены погибшими 51-летняя женщина и её сын. Как после установят, женщина внезапно скончалась, а ребёнок не помочь себе, не позвать на помощь не мог. У него была тяжёлая форма ДЦП. Он находился на домашнем обучении. Прокуратура установила, что каждый день, кроме четверга, к мальчику приходили педагоги. С 29 ноября квартиру им никто не открывал. Однако руководство школы они поставили в известность только 4 декабря. А квартиру вскрыли только 6-го, но было слишком поздно. Ребёнка не спасли из-за некачественно организованной работы преподавательского состава школы. К такому выводу пришли прокуроры по результатам проверки. Решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. По поручению главы республики прошли проверки подобных семей. В результате в Ижевске удалось спасти двухлетнего малыша, который несколько дней провёл рядом с умершей матерью. А сегодня глава республики отвечал на вопросы жителей региона. В эфире программы «Утро с главой». Накануне Нового года Александр Бричалов подвёл итоги. Всего за этот год в его адрес через соцсети поступило более 13 тысяч обращений. Чаще всего жители республики жаловались на работу коммунальных служб и управляющих компаний, а также транспорта. На работе ижевских перевозчиков глава остановился отдельно. Сразу же развеял слухи о повышении тарифов. В ближайших планах этого нет. Если и будет приниматься решение по стоимости проезда, то оно будет взвешенным, а цена останется самой низкой в Приволжском округе. А в Воткинске верстают план ремонтов на следующий год. Город от республики получит 10 миллионов рублей на обновление тротуаров. Где пешеходные дорожки очень нужны, воткинцы показали нашим журналистам. Ситуация, когда пешеходам приходится делить проезжую часть с автомобилистами опасная, но, увы, привычная, сокрушаются жители Воткинска. Обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров в городе мало, а потому часто приходится рисковать и идти по обочинам навстречу движущемуся транспорту. Вот идет автомобиль, да, народ, можно сказать, шарахается, но никакого ограждения ничего, опасно, скользко и так далее. Ну вот на таких вот, допустим, участках и хотелось бы, чтобы привели реконструкцию и так далее. А вообще ситуация с тротуарами в городе, на Ваш взгляд? Ну, в городе, в центре, если бы повторю, значит, ответ тротуары более-менее, а по окраинам их практически нет. Вопрос о тротуарах горожане обсудили с главой Удмуртии во время его рабочей поездки в Воткинск. Александр Бричалов обещал, что в следующем году Воткинск, а также Сарапул и Можга получат по 10 миллионов рублей от региона на ремонт и строительство пешеходных дорожек. Вот 20-й год, и будет, собственно, стало время Воткинска, Можги и Сарапул. Справедливо, значит, обращайте внимание, мы посмотрели внимательно, у нас есть просто критичный объем. То есть все проблемы мы не решим одним городом, но критичный объем где-то 10-11 миллионов на каждый город мы решили дополнительно выделить. Как распорядиться этими средствами, в Воткинске уже знают, начать ремонт решили с центральных улиц. Это нужно и горожанам, и гостям родины Чайковского. Ситуация не очень хорошая, это 80% примерно тротуаров города требуют ремонта, где-то реконструкции. Основные это, конечно, магистральные улицы, это улицы, которые подпадают как бы и по визитной карточке города, гостевые маршруты. Всего в следующем году Воткинске смогут обновить с десяток улиц, это 3,5 километра тротуаров. Строительные работы начнутся сразу, как только откроется дорожный ремонтный сезон. Елена Абуховская, Василий Хохряков. Новости. А в Глазове открылся первый в республике центр мехатроника. Здесь будут учиться и повышать квалификацию сотрудники промышленных предприятий региона по таким направлениям, как электротехнологии, программирование и гидравлика. На открытии мехатроники присутствовал министр промышленности республики. Гостям показали оборудование, которым оснащены классы, все агрегаты ведущих мировых производителей. Инициирован проект корпорации «Росатом» и «Чепецким механическим заводом». Как заявили организаторы, образовательные возможности центра 200 человек в год. И не только для сотрудников атомной отрасли. Заводы республики активно модернизируют оборудование, а значит, им нужны свои специалисты, чтобы обслуживать новые станки и конвейерные линии. Центр расположен в Глазовском политехническом колледже и ориентирован не только на рабочих, но и на студентов, а также профориентацию школьников и подготовку команд «Квордскилз». Целенаправленной подготовкой кадров занимается и «Транснефть». Особое внимание к семейным династиям. Такие сотрудники считают в компании одни из самых надежных. А это важно. Задачи, которые стоят перед предприятием, сложные. Наши журналисты познакомились с уникальной семьей и узнали, как родственные отношения помогают в работе. Рабочий день Анатолия Харина расписан по минутам. На нефтеприкачивающей станции «Орле» Дюдмуртского районного нефтепроводного управления он отвечает за бесперебойность электро- и теплоснабжения станции. Ежедневная проверка документации, оборудование – только часть работы. Приходится еще и постоянно учиться. Станция меняется. «Очень много работы. Каждый год что-то новое. Модернизация идет оборудования. Приходится изучать, внедрять, осваивать, вводить в работу». Вот эти трансформаторы – новое оборудование здесь поменяли совсем недавно. Это значительно повысило надежность электроснабжения всей нефтеперекачивающей станции, объясняет Анатолий Харин. О своей работе он может говорить часами. На станцию устроился 25 лет назад. Вслед за ним сюда пришли работать и его младшие братья Алексей и Андрей. Оба трудятся трубопроводчиками, линейными. «Чувствуются плечо брата друг другу трудную, когда что где-то подсказать можно, помочь можно. В работе помогают. Проще обращение, полуслова друг к другу понимаем, какую операцию, что где выполнять». Дома тоже разговоры о работе признаются братья. Наверное, поэтому и дети пошли по их стопам. В династии Харинах уже шесть человек. «В детстве все-таки хотел быть милиционером, но ближе к старшим классам понял, что это маленько не мое. И смотря на родителей, на отца, понял, что тоже хочу продолжать работу в транснефти, работать нефтяником». В Удмуртском районном нефтепроводном управлении, в том числе и на НПС Орлеть, развитие династий только приветствуют. Такие сотрудники, говорит начальник станции, одни из самых надежных. А это очень важно. Объект особый через станцию проходит одна из главных нефтяных магистралей страны – Сургут-Полоцк. «У нас объект стратегический. Моя любимая доля углеводородов на запад идет именно через нашу станцию». В этом году на станции выполнили работы по замене участков нефтепровода, проходящей через водные преграды. Отработали качественно и в срок. Все это тоже заслуга надежного коллектива станций и всего акционерного общества «Транснефт» при Камье. Оксана Худякова, Василий Хохряков. Новости. Два крупнейших вуза Удмуртии намерены со следующего года начать принимать документы от абитуриентов через интернет. Для этого будет создан новый сервис портала госуслуг «Поступление в ВУЗ онлайн». Проект пилотный, в него включится вся страна. О том, какие плюсы и минусы есть у будущего эксперимента, расскажет Дмитрий Вороновнин. Всего по стране выбрано 45 пилотных вузов. В их число вошли УДГУ и ИЖГТУ. Уже в следующую приемную кампанию летом 2020 года они будут принимать документы от абитуриентов по интернету через новый сервис портала госуслуг «Поступление в ВУЗ онлайн». Таким образом, будущие студенты все свои орг-вопросы решат, сидя дома перед компьютером. Основная задача этого суперсервиса – это вообще исключить необходимость приезжать в приемную комиссию конкретного вуза. То есть личное присутствие будет необязательным как на стадии приема документов, так и на стадии по задаче оригинала аттестата перед зачислением. Для подачи заявления через сайт госуслуг абитуриенту потребуется только авторизированный аккаунт на портале. Как это будет работать, специалисты сегодня показали. Все данные здесь есть, в том числе и номер аттестата, и дата выдачи. Он все проверяет, абитуриент, ставит галочку, что предупрежден об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений. Чтобы абитуриенты не подавали оригиналы в разные вузы, все данные будут загружаться в федеральную информационную систему. В дальнейшем на сайте можно будет отслеживать и процесс поступления, следить за своим рейтингом и баллами. У эксперимента уже много сторонников, но есть и противники. Их главный аргумент – полная компьютеризация лишит абитуриента возможности выбирать будущую специальность сердцем. Минус для ребенка в том, что он не видит конечной цели своей. То есть он не может пообщаться с нашими сотрудниками. И когда он приходит вживую, так скажем, сам приходит и подает заявление, мы можем ему что-то подсказать, можем что-то объяснить, можем рассказать, куда он может устроиться после окончания наших специальностей. И когда идет такое обезличивание подачи заявлений онлайн, вот человеческое взаимодействие немножко теряется. Вот в этом, наверное, минус. Впрочем, и живую подачу заявлений в приемную кампанию пока никто не отменяет. Все желающие смогут прийти и получить необходимую консультацию о своей будущей специальности. Дмитрий Вороновнин, Андрей Бусыгин. Новости. В Удмуртию пришли снегопады. Осадки принес Атлантический циклон. Это кадры из Ижевска. Об ухудшении ситуации на дорогах предупредили в республиканском ГИБДД. На уборку снега в столице республики сегодня вышли более сотни единиц спецтехники. Синоптики дали прогноз на ближайшие сутки. В пятницу, также в течение суток 0-5, ветер поменяется на северо-западный. Осадки в пятницу будут уже небольшие. В субботу сохранятся небольшие осадки, но температурный фон значительно понизится. Ночные температуры минус 10-15, днем минус 7-12 градусов. В воскресенье еще холоднее. Морозно ночью может быть до минус 20 градусов, днем минус 10. Уже без осадков. По словам синоптиков, в начале следующей недели, скорее всего, снова будет тепло и снежно. Более 300 телефонов изъяли сотрудники УФСИН с начала года в исправительных учреждениях. А еще пресекли проникновение на территории колоний беспилотных летательных аппаратов. Как предотвращают преступления на территории мест заключения, расскажет Александр Демидов. Я находился у штаба учреждения. Правонарушитель, значит, перешел улицу и произвел бросок в сторону запретной зоны. Вот так, по дороге на работу, Анатолий Кузнецов задержал нарушителя. Тогда он смог пресечь незаконную передачу осужденным сотового телефона. Настиг и задержал. Потом привел, можно сказать, к учреждению, где уже выдвинулись другие сотрудники учреждения, и мне оказали помощь. За этот поступок Анатолия повысили в должности. Кстати, попытки пронести запрещенные предметы в колонию – не редкость. В последние годы нарушители стали использовать и современную технику. Только в этой колонии за последнее время сбили шесть беспилотников. Данный квадрокоптер не справился как с управлением. Был сильный ветер и упало учреждение. Дежурная смена в составе объективной группы «Волния» выдвинулись, изъяли сверток с запрещенными предметами и сам летательный аппарат. Часто бывают попытки принести что-то запрещенное? Ну, раз в месяц бывает где-то. Безопасность осужденных и персонала исправительных учреждений Удмуртии обеспечивают чуть более 500 сотрудников отделов безопасности. С начала года они изъяли более 300 нелегальных сотовых телефонов, свыше 10 тысяч рублей, наркотики, алкоголь. Это самая опасная работа и требующая знания не только нормативной базы, но еще и имение в душе. Духа такой, кремень должен быть в человеке, чтобы сам он ростом не велик, а по духу своему он может остановить не одного, а целую группу осужденных правильными своими движениями, правильными словами сказанные. Но они приходят и делают свою работу. Основной, потому что задача его пересечения противоправных действий и совершения преступления осужденным в местах лишения свободы. Ну и обеспечение личной безопасности как осужденных, так и персонала. Всего за попытку доставить осужденным запрещенные предметы с начала года в Удмуртии задержано более 50 человек. Все привлечены к административной или уголовной ответственности. Александр Адемидов, Юрий Дороздов. Новости. Виртуальный концертный зал появится в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске в следующем году. Стоимость проекта – 1 миллион рублей. Средства музей получит по национальному проекту «Культура». Виртуальный зал станет своего рода подарком. В Воткинск в следующем году отмечает два юбилея – 180-летие Чайковского и 80-летие музея великого композитора. Начнет свою работу виртуальный концертный зал, и можно будет увидеть концерты исполнения известных музыкантов со всей России. В юбилейный год в музее планируется принять большое количество почетных гостей. Это коллеги из музеев Чайковского, российских, может быть, даже и зарубежных. И, конечно же, ждем гостей из Австрии. Это наши коллеги из музея Моцарта. Юбилейные торжества еще впереди. А ближайшие праздники – новогодние и рождественские – в усадьбе традиционно отметят с большим размахом. Нынешний зимний сезон посвятят сказке-балету «Спящая красавица». Это вся информация на данный момент. Хороших вам новостей и до встречи.